У признанной красавицы Татьяны Акуневской было много влиятельных поклонников, но счастье ей это не принесло. Как сложилась жизнь единственной дочери актрисы и унаследовала ли Инга красоту своей матери. Татьяна Кирилловна Акуневская появилась на свет 3 марта 1914 года. Она училась в Московском архитектурном институте, а в кино попала совершенно случайно. На улице к юной красавице подошел начинающий режиссер Дмитрий Варламов, и предложил ей сняться в фильме. Роль была небольшой, но благодаря этому опыту Татьяна поняла, что хочет связать свою жизнь с кинематографом. В 17 лет она вышла замуж за Дмитрия Варламова, и через год родила дочь Ингу. Вскоре после рождения дочери карьера Акуневской резко пошла в гору. Режиссер Михаил Ром дал Татьяне роль в своем фильме «Пышка». Она быстро стала популярной, снялась еще в нескольких фильмах, но в 1937 году все закончилось. Отца актрисы арестовали, саму ее уволили из театра и не хотели больше снимать. Спас Акуневскую брак с известным писателем Борисом Горбатовым. Она снова начала активно сниматься, у нее появилось много поклонников среди самых влиятельных мужчин того времени, Лаврентий Берия, маршал Брос Тита, министр Виктор Абакумов. Но у смелой, честной и прямолинейной Татьяны было немало и врагов. В браке с Горбатовым он любил, а она позволяла себя любить. Акуневская влюбилась в иностранца, случился яркий роман, а в 1948 году Татьяну арестовали за антисоветскую агитацию. Инге было тогда всего 15 лет, и ей пришлось самую устраивать свою жизнь. Девушке приходилось непросто, ей постоянно намекали, что она может повторить судьбу матери, подозревали в связях с иностранцами, хотя Инга не знала ни одного. Ранний брак с врачом Давидом Лепнице Ким избавил Акуневскую-младшую от многих проблем. Когда в 1954 году Татьяну выпустили из лагеря, ее дочь была уже замужней женщиной с двумя детьми. Если до ареста между матерью и дочерью были хорошие отношения, то теперь им трудно было найти общий язык. Татьяна осталась такой же прямолинейной и независимой, а Инга была более практичной и приземленной. В интервью Инга вспоминала, что мать любила критиковать ее внешность, брак и стиль жизни. Инга была преподавателем английского языка, но среди ее знакомых и друзей было немало интересных творческих людей. Она была красивой, умной, общительной женщиной с прекрасным чувством юмора. Дочь в свою очередь критиковала мемуары матери Татьянин День, говорила, что мать любила драматизировать события и многое просто придумала. Вторым мужем Инги стал переводчик Виктор Суходрев. Виктор Суходрев не рядовой переводчик, а своего рода легенда. Он работал с Михаилом Горбачевым, Никитой Хрущевым, Леонидом Брежневым. Он был профессионалом высочайшего уровня и в то время без его участия не обходилась ни одна встреча с высокопоставленными иностранными гостями. Для Виктора брак с Ингой тоже был вторым. Его первой женой являлась красавица Инна Кмит. 80-летняя Инга Суходрев ушла из жизни в конце 2013 года, через полгода за ней последовал Виктор. Кстати, внук Татьяны Акуневской Александр Лепницкий известный музыкант, журналист и культуролог.